Когда построили это здание, когда отремонтировали эту улицу, что раньше было на месте этой площадки, не всегда мы можем точно ответить, когда и как преображался город, хотя происходит это на наших глазах. Сегодня вспомним о том, как Великий Устюг преобразился за последние несколько лет. 2013 год стал знаковым для православных устюжан. В городе активно приступили к делу восстановления храма святого Георгия Победоносца. Долгое время храм находился в запустении, затем в здании церкви располагалась столярная мастерская. За три года с 2013 по 2016 храм заметно преобразился как снаружи, так и внутри. Восстановление святыни стало возможным благодаря самим устюжанам. Кто-то оказывал помощь посильными пожертвованиями, а кто-то сам участвовал в проведении строительных и реставрационных работ. 18 февраля совершилось историческое событие – освящение и водружение креста и купола на храм Георгия Победоносца. Это знаменательное событие не только для меня, но и для жителей всего города. Я считаю, что нужно восстанавливать храм в нашем городе, восстанавливать в них духовную жизнь. Новая эпоха, наверное, начинается в нашем храме, его сейчас будет видно издалека. Потом мы много делали внутри храма, а теперь он преобразился снаружи. И еще отдельно, я, наверное, хотела бы поблагодарить, кроме тех людей, которых батюшки упоминали, тех мужчин, которые так героически поднимались наверх. До последнего было страшно, чтобы они не сорвались, к сожалению, не зная их имена, но и низкий им поклон. В конце 2016 года именно восстановленный храм Георгия Победоносца стал местом, где горожане смогли прикоснуться к прибывшим в Великий Устью к святым мощам Феодосия Тотимского. Для православной общественности это стало настоящим праздником. Без слез не проедешь. Так до лета 2016 года устьюжане говорили про улицу Кузнецова. Проезжую часть люди уже начали сравнивать с проселочной дорогой, как здесь появилась строительная техника. На средства регионального дорожного фонда на Кузнецово начали капитальный ремонт проезжей части. Асфальтобетонные покрытия на всей протяженности улицы от пересечения с Красноармейской до Неводчикова проложили в два слоя. На радость великолустикским автолюбителям. Здесь невозможно было проехать. Сейчас вот молодцы и Рузяныч сделали дорогу. Было бы по усиле, по всему такая дорога. Часто ездим, очень хорошая дорога сейчас будет. В середину лета 2016 года дорога на Кузнецово встретила уже полностью обновленной. А строители в дополнение провели ямочный ремонт соседней улицы Неводчикова. Как вы уже знаете, в 2019-м и здесь проезжую часть капитально отремонтировали на всем ее протяжении. К тому, что городская набережная вновь приобрела статус визитной карточки города, сегодня мы уже привыкли. Теперь это комфортная пешеходная зона с удивительным видом на Сухону. Давайте вспомним, как выглядела набережная три года назад. 12 мая 2016-го здесь начались работы по благоустройству первой очереди. И устюжание, и гости города с нетерпением ждали окончания реконструкции. На первый этап реконструкции набережной из областного бюджета было выделено 36 миллионов рублей. Летом 2016-го здесь обустроили освещение и новую дорожную одежду, тротуары и газоны. Отремонтировали фасады зданий, установили скамейки и урны. Торжественное открытие обновленной набережной состоялось 12 сентября 2016-го года. С проведением работ она стала соответствовать статусу главной улицы одного из красивейших старинных городов Русского Севера. Никогда в Великом Устике не было набережной, которая достойна города с таким звучным названием, как Великий Устик. Первые 550 метров. Широченная набережная, береговое укрепление, озеленение, которое будет выполнено в следующем году, освещение, ремонт фасадов. Все это было сделано нашими вологодскими строителями в сжатые сроки. Реконструкция набережной продолжается и сегодня. Возможность проведения работы обеспечила федеральное и областное финансирование общим объемом в полмиллиарда рублей. По завершении всех запланированных работ набережная Великого Устуга станет самой протяженной на серо-западе страны, уступив разве что набережной Санкт-Петербурга.